Нередко люди сдают или снимают квартиры. Это достаточно сформировавшаяся и уже закрепившаяся практика. Вариант сдавать неиспользуемое жилое помещение всегда был одним из самых доступных и удобных. Это и дополнительная прибыль, и постоянный присмотр за квартирой. Сдача жилого помещения, будь то комната или дом в наем, возлагает на собственника обязанность по уплате налога. Для того, чтобы осуществить деятельность по сдаче в аренду, наем жилых или нежилых помещений, физическим лицам необходимо до начала осуществления деятельности. Первое. Заключить в письменной форме договор найма жилого помещения, либо аренды нежилого помещения. Второе. До установленного в договоре срока фактического предоставления помещения в наем, либо аренду, зарегистрировать договор в местном исполнительном и распорядительном органе, или в организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда. Третье. Произвести уплату подоходного налога в фиксированных суммах. Уплата подоходного налога в фиксированных суммах производится таким образом. За один месяц, не позднее рабочего дня следующего, заустановлен в договоре сроком предоставления жилого помещения в наем, а в последующем ежемесячно, не позднее первого числа месяца. Таким образом, сделка между арендатором и нанимателем будет иметь юридическую силу, а получаемый от сдачи квартиры доход станет легальным. Размер ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах установлен приложением 2 к Налоговому кодексу Республики Беларусь. Так, в частности, ставка подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, сдающих жилые помещения в городе Бресте, установлена в размере 34,5 белорусских рублей. Платить подоходный налог в фиксированных суммах можно любым удобным для плательщика способом, в том числе через отделение банковское и почтовое отделение, указав при уплате учетный номер плательщика. Сдавать жилье легально или оставлять все на свой страх и риск – ответ на этот вопрос каждый дает себе сам. Отчасти это те гарантии, которых стоит внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Всю необходимую дополнительную информацию о том, как сдавать жилье, можно уточнить в налоговых органах по месту жительства.